И первый угловой в этом матче, что особенно характерно, подают гойские футболисты Баварии. И первый удар поворотом наносит Томас Хелмер. Не в футболке, синие трусы. Конечно, легко различать вам команду на поле. Стараются с первых же минут навязать футболисту московского локомотива жесткую борьбу. За мяч на каждом участке поля Костякина Штрафной. И первый удар прицельный, удар поворотом Сергея Овчинникова, наш галкипер на месте. Как там допустил, допущена была их не ошибка, посчитав локомотив слабой командой и проиграв этот матч. Сейчас здесь будет полностью все 90 минут атаковать Баварию. Еще одна атака, Клинсман. Очень опасен сейчас на левом фланге Кристиан Циге. Нет положения, в Легре можно играть, Костякинов с мячом. А двух защитников ушел. Да, сейчас локомотиву повезло. Но здесь Шоль хорошо у него из-под ноги Хрвачев мяч выбивает. Убежит. Отлично. Отличный удар. Да, близкаче сыгрался за лицей Косолапов. Да, Косолапов сыграл здорово, но первую замену вынужденную проводят тренеры локомотива. Уходит с поля Сергей Гуренко. Не хватило немножко сил у него уже. Сделал рывок. В форме сложилась команда. Игроки уже приперлись друг к другу. И, конечно, прави мы ждать от железнодорожников побед. Пашиня выбивает мяч. От своей штрафной. Шоль падает. Арбитр показывает, что можно играть. В бытность еще Советского Союза дважды сыграли с этим клубом в мячу московские торпедовцы. В прошлом году московский «Спартак» сыграл в мячу дважды. Это был Грозик Рашелик для чемпионов. И они отчеркивают у нас российские клубы. Снова локомотив в атаке. Кузнецов. Гарин, прошел атаку. Забивай. Бей! Олег Гарин. Ну, такой момент надо забивать. 25 лет. Ну, и только национальной сборной Швейцарии уже довольно известный. Циге с мячом остался. И все-таки сделал передачу. Мейтсман. Штром и на Капитана. Здесь успели, успели сыграть хорошо в отборе. Ну, вот хороший переход. Ну, давай, Олег. Есть возможность для хорошей атаки. Гарин. Обыгрывать надо. И бьет. Несильный удар. Ну, ничего. Неплохо. Обыграл. Вот Циге. Третий номер Кристиан Циге. Очень свободно распоряжается мячом. И свободно получает мяч на левом фланге. И это очень опасно. А сейчас пара Циге. Циге и Хелмер. Клинсман. Боу. Да, тут попустили Клинсмана. Такой мастер, как Клинсман, подработал и зря же положил уголок. Обидно. Не вовремя споткнулся и упал в свою штрафную Алексей Рифулин. Я вот говорил о том, что нельзя давать его свободно распоряжаться мячом на флангах полузащитникам Баварии. Вот атака получила свое начало именно с левого фланга после передачи в штрафную Томаса Хелмера. И вот еще раз на повторе проскользнулся Алексей Рифулин. И, конечно, Йогину Клинсману не составляло труда переиграть Обчинникова. На 26-й минуте счет стал 1-0 в пользу Баварии. Впрочем, хозяева Коля Косолапов. Харлацов. Хорошо, хорошо. Молодец. Нет, арбитр показывает руководство. Да. Сломать мудрой подавок. Нет, решили разыграть с Гарином. Сломать мудрой подавок. Но это не хватило точности этой передачи. Стоял там рядом с ним Евгений Кузнецов. И быстрая контратака Баварии. Вот опасно. Цыгер. Ой, маме. Штанга на спасла. Это ведь Костадинов. Костадинов в штангу пробил. Мехмедшоль будет бить. Хороший удар. Ну, а Пчеликов опытный вратарь. С такой дистанции, конечно, его забить в ближний угол сложно. И вот, смотрите, еще раз неточная передача. Шоль. Великолепная передача. Еще момент опасный. Вот это опять. Вы видите. Вот это школа футбола. Великолепный пас прохода, зрячая передача. Оставалось только добить мяч в сетку ворот. Вот это мастерство. Класс. Команда вот это показывает, что игроки Атаки владеют мастерством футбола. Все сделано очень точно, очень быстро. И не успевают прикрыть Юрген и Клинцман. Снова не успевают. Не Сломакин, не Арифуллин. Да, вот что значит классная команда. Для нее не существует тяжелого поля своего. Она играет тот футбол, который ей нужен. И снова после флангового прохода. Закрыть фланги сегодня футболистам автомотива не удается. И готовится ему удар на низкой повороте. Сюда по разбегу. Не надеет игрок ударом. Хороший. Прямой удар видно, хороший у него. И снова не положение вне игры. Они вне игры делать надо. Может сейчас быть очень опасно. Счастье, что так сыграл игрок, как Венебрежный передач. Это же третий мяч может лететь. А вот уже третий гол. Но это блестящий удар. Тут и винить Овчинникова сложно. Да, потому что после удара Херцега мяч в ногу попал. Кому-то из его партнеров. Сейчас мы на повторе просто это увидим. Андреев Херцег пробил очень мощно, очень сильно. Но я думаю, что Овчинникова сумел бы этот мяч достать, если бы не подставленная нога. Смотрим еще раз. На этом повторе не так заметно. Но, по-моему, это капитан. Пятый номер. Томас Хелмер подставлял ногу. Мне показалось задел. Поднял ногу. Я Овчинникова, видно, прореагировал. Думал, может, подставленная нога. Вот, мне кажется, он просто пропускает. Пропустил ее. Ну, мяч записан на счет Херцега. На 39-й минуте счет становится 3-0. Андреев Херцег делает счет 3-0. А вот в атаке как? В атаке были уже три момента. Надо было забить, потому что, может быть, игроков... Соломадин. Была по-другому. Еще раз. Это не удар уже. Круженый удар. Может быть, забив гол. Промахивается по мячу Чугайнов, но, к счастью, он попадает прямо в руки Сергея Овчинникова. И я еще обращу, конечно, внимание. Справа полузащитник Сергей Гуренко. Он может сыграть надежно, может сыграть жестко и перекрыть фланг. Вот, посмотрите, потеря мяча Пашининым. Двое игроков в Баварии против двух защитников. Гастагинов, хорошая передача, там открывается. Да. Шолин забивает четвертый мяч. Ну, какие-то комментарии. Просто отдается пас великолепно, смотрит игрок и исполняет незащищенный удар. Стоило допустить ошибку в центре поля игроков обороны. И как сразу проходит разящая, буквально, стремительная контратака. Мехмед Шоль забивает четвертый мяч в наши ворота. Да, это как ушат холодной воды. И на болельщиков, и на игроков, на тех, кто пришел сегодня посмотреть эту встречу. Ну что ж, свисток арбитра. Первый тайм закончен. Полосатые в форме красно-синие, такие полосатые футболки, синие трусы, выступают футболисты Баварии. Ворота во втором тайме слева. Они сейчас атакуют с мячом Хаммон. И снова штанга спасает ворота локомотива. И снова после передачи с фланга опасно бил по воротам Эмиль Костадинов. В тупик оборону локомотива и, конечно, позволили немецким футболистам. Мехмед Шоль подает угловой. И снова Клинцман упрыгивает выше всех и бьет за этот мяч побороться. Вот сейчас уже хозяева поля проб, вот этот вариант борьбы за мяч у чужой штрафной. Клинцман еще раз. Далее ему возможность пикарить поворотом не точно. Не то, что нельзя это делать, потому что такие игроки накажут сразу и счет будет еще больше. Вот опять, видите, удаляются зоны, следует передача. Вот нацельная передача. Ну, вот видите, Йоркен Шольцман пропустил еще 100% возможность увеличить счет. Игроки локомотива находятся каким-то уже гипнозом. Бавары, она пропадесла им урок, как надо играть в атаке. Так что здесь чем-то помочь сейчас, конечно, локомотиву сложно. Будет играть и в Лиге чемпионов, если удачно для них сложится окончание этого чемпионата. И команде надо нарабатывать такую волевую мускулатуру, чтобы в следующем сезоне смотреться уже на фоне любого клуба, даже такого мощного, как Бавария. У него уже была одна желтая карта или Костадина. Все это же стоит больших денег, больших, как говорится, вливаний в команду. Команда очень мощный спонсор «Опель». И чувствуется, что там работает такой слаженный механизм, цель которого сделать Баварию снова суперклубом. Европейским. Совершенно верно, уже видно, что Бавария понимает, что игру они доведут до победы. Свободно сыграть нападающие. Игра идет, игра не грубая. Погода прекрасная, поле великолепное. Играть одно удовольствие. Вот еще момент. И снова Клинцман бьет, не справляется с ним. Но он явно переигрывает, выграет удачную позицию. Но это что самое интересное. Несмотря на то, что Бавария без поражения выступает в чемпионате Германии, много его критиковали. Я думаю, после этой игры критики полутихнут. А вот что будут говорить у нас. Харлачев, хорошая передача. Но Маминов-то не ждал этой передачи. Еще момент не ушел. Бил неплохо, но не получился у него удар. Это было гораздо опасно. Конечно, для вратаряк всегда опасно, когда бьется первым пассивом. Алексей, ну давай. Нет, Плавонин не играл. Я думаю, может и карточку заработать. Я думаю, может и карточку заработать. Конечно, сейчас может и карточку заработать. Поэтому сегодня чуть-чуть повезло Баварии. В любом случае, играть... Необходимо, играть надо. Вот Елышев, хорошая была позиция. Ай, хотел прекрасно исполнить. Но не подрезал немножко мяч. Мы еще будем каждый раз говорить и подчеркивать, что все-таки у нас... Смотрите, как играют в стенку Костадинов и Клинцман. Но они им дают все делать уже. Но они не держатся на площадке. И мы еще все-таки будем продолжать, подчеркивать это еще раз. Конечно, в чем еще мы уступаем тоже самое Баварии? У нас нет таких опытных и классных игроков, как тот же самый Клинцман, как Костадинов. Много молодых игроков в Баварии. Но есть вот два-три игрока опытных, которые прошли уже как Клинцман и как Костадинов в чемпионаты мира. Поиграли в сильных футболах. Вот еще раз. Прекрасный мяч забивается. И снова проход по флангу. И снова передача штрафной. На этот раз отличился Томас Штрунс. Четвертый номер. Он головой бьет точно. Костадинов, он просто передачу дал на блюдечке. Там оставалось только... Он даже уколов для красоты уже, для подстраховки. Мяч забивался уже на 100%. Вот эта школа показательная для юных футболистов. Даже не для юных, а для команд многих российского футбола. Как надо играть в атаке? На сегодня в Баварии есть два-три игрока высокого класса, большого опыта. Таких игроков не хватает российским футболам. За всем. Конечно, но без звезд не бывает хорошей команды. Средние игроки это средняя команда. Она может тут хорошо выступать, дисциплинировать задания. Желаем этого нашему футболу. Ну а сейчас досматриваем матч Локомотив Баварии. Снова в атаке немецкий футболист. И Костадинов бил из сложного положения. Локомотив все еще пытается сыграть. Пытается даже... Не с честью проиграть. Гол престижа забить. Но Бавария идет вперед. И снова опасно бьет поворотом на этот раз. Уверенности в своих силах в игре футболистов Локомотива не чувствовалось. Стоило только не использовать одну-две выгодные возможности. Ошибиться раз. Еще раз напомню, как подскользнулся Арифурин штрафной. Как тут же игра сломалась. И вот сейчас продолжают атаковать футболисты Баварии. Субтитры сделал DimaTorzok